Тренинг личностного роста Есть очень важное рациональное зерно. Вопрос о том, как оно упаковано и о том, о чем говорится на этих тренингах. Но нам важно понять самую суть. Итак, главная мысль любого тренинга личностного роста, что ваше мышление, образ вашего мышления меняет ваше поведение. И красными огромными буквами на рекламе любого тренинга личностного роста написано, действуйте по-другому и получите иной результат. Давайте попробуем ценить, а как это имеет отношение к нашей теме. Например, если мы говорим о компании, то каким образом мышление людей, их действие может влиять на результат? Давайте попробуем поставить взаимосвязь. Итак, мышление, действие и результат. Оказывается, ученые установили, что напрямую мышление и действие абсолютно связаны. Давайте посмотрим на человека и представим его, как будто это айсберг. Все, что мы можем с вами увидеть, это то, что есть над водой и то, что есть под водой. Например, если мы возьмем отдельного человека и представим его в виде большой горы, а это наш будет уровень воды, то здесь мы с вами будем наблюдать именно поведение человека. А все, что находится скрытое от наших глаз, это образ мыслей, это убеждения и это ценности. Так вот, именно об этом говорит любой тренер личностного роста. О том, что меняя свои убеждения, меняя свои ценности, вы можете изменить свое поведение. Это прямая причинно-следственная связь. Давайте посмотрим на нашу жизнь, которая окружает нас вокруг и посмотрим, действительно ли это работает. Для начала представим людей, которые активно занимаются здоровым образом жизни. Сначала они для себя внутри приняли решение о том, что они хотят стать здоровыми. То есть они постарались изменить образ своего мышления. Что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Они начинают правильно питаться, они начинают заниматься спортом, они начинают вести здоровый образ жизни. Таким образом, мышление поменяло поведение. Результат – здоровый образ жизни. Следующий пример. Например, религия. Любой человек, который серьезно начал заниматься религией или обратился в какую-то веру, начинает менять свой образ мышления. И он начинает вести себя соответствующим тем или иным моральным установкам, которые приняты в той или иной религии. Придерживается определенных правил. Таким образом, мы тоже видим, что человек, изменив свое мышление, начиняет менять свое поведение. В результате получаются те действия, которые были необходимы для того, чтобы соответствовать либо здоровому образу жизни, либо определенной религиозности. Как же нам все это взять и применить к управлению людьми? А давайте сделаем разворот на 180 градусов и посмотрим на тему корпоративной культуры.